Всем привет дорогие друзья, вы на канале Лин Хассел и сейчас начали распространять телеграм-каналы, это вообще везде, особенно в комментариях любят это кидать, что в хомяке начались баны за генерацию ключей. Итак, сейчас я покажу вам какие обычные скриншоты кидают, типа в качестве доказательства. Рассмотрим два скриншота самых популярных, вот это наверное, я думаю уже все видели, кто хоть чуть-чуть на криптоканалы подписан. Ты плохой хомяк, мы обнаружили несанкционированную активность в вашей учетной записи, в частности использование генераторов ключей, что нарушает наши условия предоставления услуг. В результате ваша учетная запись была заблокирована навсегда и весь прогресс связанный с ней был сброшен. Мы серьезно относимся к честности нашей игры, чтобы обеспечить честный опыт для всех игроков, это решение является окончательным и не подлежит обсуждению. Итак, друзья, ну невооруженным взглядом видно, что это фотошоп, потому что если бы это была правда, то во-первых, по какой причине все настолько криво и что это за эффект размытия на заднем плане, как будто резко выкрутили. Если предположить, что это переведено с помощью там Яндекс.Переводчика, то по какой причине такой мелкий шрифт, то есть он должен быть в точности таким же, как и английский, только немного смещенный. Поэтому вот сам факт того, что почему-то вот эта кнопка закрывать расположена, как вы видите, криво, ну отбросим этот факт. Допустим, что это переведено, но сделаю такую картинку элементарно, и я видел, что в фотошопе или там аналогично что угодно здесь можно написать. В фотошопе уже давно существуют функции копирования шрифта, а это, насколько я вижу, вообще Times New Roman, самый обычный шрифт. Его даже искать не надо, никакой-то секретный, поэтому скриншот, конечно же, фейковый. Второй скриншот, который распространяют, это ваш аккаунт заблокирован. Вы обнаружили несанкционированную активность в вашей учетной записи, в частности, использование генератора ключей, что уничтожает наши условия предоставления услуг. Ну, сразу видно, забыли замазать, а кнопку закрыть зачем-то немножко изменили, но опять же криво, и прям видно, насколько лаживый фотошоп. Зачем это кто-то делает, не знаю. Кому-то, видимо, выгодно это вкидывать, но, знаете, это фейк. И, разумеется, обо всем этом я в первую очередь рассказываю в своем телеграм-канале, обязательно подписывайтесь. Есть также канал по комбо, здесь комбо на всех ботов, а здесь информация вся по толпалкам, ссылки все в описании. Ну, и здесь у нас есть информация официальная от разработчиков, вот из их официальных чатов. Можете перейти в них, найти эти сообщения по ключевым словам. Это из английских чатов. Мы не блокируем аккаунты пользователей за нелегальную игру, но придомные санкции будут применены. То есть, как я уже говорил в своем давнем ролике, что люди, которые используют генераторы, максимум, что лишатся, так это просто тех ключей, которые они сгенерировали. Но, будем честны, мы же не играли бы в 9 этих игр каждый день. Ну, это очевидно. Я думаю, каждому, и никто с этим спорить не будет. Поэтому, думаю, никто ничего особо не теряет. Условно, я там, когда была только одна игра, да, проходил ее каждый день. Но когда их стало 4, потом 5, потом 9, я думаю, уже никто не справляется с таким количеством. Это, наверное, надо 7, 8, 9 часов целый день сидеть играть. Сомневаюсь, сомневаюсь. Ну, и к тому же посмотрим, как они все-таки реализуют те самые санкции. Друзья, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Можете писать что угодно в комментариях, потому что всегда это самая горячая тема для обсуждения. Там просто всегда лютый сарач стоит на почве этих генераторов, не генераторов. Я уже сахвал свою позицию. Я их юзаю. Если у меня спишут ключи, я не буду, как бы, расстроен сильно, потому что я бы и так, и так ничего их не получил бы. А так, может, ну, проканает. Поэтому у вас может быть другая позиция. Как бы никто вас не осуждает. Можете играть во все эти игры. Можете не играть. Как хотите. Можете просто не зарабатывать ключи. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на телегу, на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok